Берегись воды сверху Просто здесь еще какие-то странные звуки Здесь немного страшновато даже В этом есть что-то такое мистическое Челлендж провести там ночь И не испугаться А если пройти вот сюда дальше Всем привет, я Элли Ди С нами, конечно же, Джина Привет, Джина! И сегодня в доме из пленки на дереве Первый раз за всю его историю Будет ночевать другой человек Будет первый раз в доме из пленки И интересна ее реакция Ведь одно дело снаружи, другое дело изнутри Я даже не знаю, что меня там ждет Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые видео А мы начинаем Это называется дом из пленки на дереве На самом деле это очень веселая штука И довольно-таки необычная И атмосфера там тоже необычная Этот дом простоял уже год И практически не поменялся С даты его основания Интересно, что ты скажешь, когда ты туда залезешь Но я предлагаю убрать стул И Вера полезет в стул Ну потому что надо, чтобы все было, понимаешь, естественным образом Со стулом тоже естественным образом Давай, Кирилл, ты снимай Ну и, конечно, все это мы делаем ночью Потому что ночью прикольно снимать дома из пленки на дереве Я думаю, вам тоже нравится, если да, ставьте палец вверх Ну что, давай, Вер, приступим Что, прям вот так? Я ждала этого момента Прям так, да А все, здесь оно в упор туда, доска Мы доску постелили Такую как бы твердую, чтобы меньше проминалось И берегись воды сверху Там такие пузыри с водой в слоях на крыше домика из пленки Что заденешь, все за шиворот Короче, это либо челлендж дома из пленки Это новый челлендж дома из пленки Давай, да, челлендж провести там ночь И не испугаться Если я сейчас надавлю вот на эту доску Не, ничего не будет Ничего не будет Короче, Вера же ни разу туда не лазила И она, по ходу дела, боится, что там что-то провалится Я тоже боялась Но вдвоем фиг знает Эта доска, она просто вот так вот может встать Да нет, нет, не встанет Давай, лезь А ты знаешь эту историю с лицами и домом из пленки? Нет Каждый раз, когда я снимаю ролик про дом из пленки Там ночь или не ночь Нет, как правило, именно ночь Мне потом подписчики просто в массовом-массовом количестве Присылают фотки этого домика То есть прям принтскрины из видео Где реально как будто бы кажутся какие-то лица Они прям обводят вот так Я думаю, многие из вас даже уже так делали Так вот Я начала присматриваться, по-моему Ты даже начала присматриваться Реально очень интересная штука, слушайте Прям у меня уже целая коллекция таких фоток Ну давай, welcome Welcome, Вера Давай Может все-таки тебе подставить стул? Нет, нет Я не знаю, как они это делали Жестко? Ну ладно, на стул Тихо ленты или ногой? Что? Я не буду показывать мастер-классы Ладно, Вера Мы, короче, всегда залазили со стулом Так что окей Пусть будет тебе справедливо Сейчас ты почувствуешь, какой он внутри Как в нем классно, уютно Джина очень хочет Она уже тоже лапки поставила Так, голова, голова Не забывай, что заденешь Все выльется на тебя Просто она еще такая грязная там Вообще С рваными коленками У нас не рекомендуется В качестве одежды для житья в домике С пленки на дереве Есть даже дресс-код, да? Ну да, это как спецодежда Очень грязная Саша говорит, что очень грязно Снимай обувь Вообще нафиг ее Нафиг Не канает в обуви Так что давай я теперь Отодвигайся дальше В нос Туда прямо Там сбоку Сбоку Справа от тебя вода Справа от тебя вода Да, да, да Да, аккуратно Да, у нас несколько комнат Там можно делать экскурсию Прекрасная обувь Это обувь золушки Я долбанула рукой по пузырю Ну мне повезло на самом деле Я вот так вот просто Слушай, я уже думала там путиковый просто Водопад сверху с крыши Джинка, иди сюда скорее Я нам лаяла Потому что испугалась Это дополнительная упс Так Душ Сразу Да Вообще какое у тебя ощущение Здесь? Подожди, может я залезу с камерой? А вдруг упадет? Нет, третий человек Нет, нет, нет Нет, нет Да, да Да, мне кажется, Джина бегает И уже пол трясется Да, да, да Ну какое у тебя ощущение здесь? По мне так здесь очень уютно Здесь так свет Ну как-то тускло светит Создается такая прям Какая-то атмосфера Слушайте, вы понимаете еще в чем дело? Ну? Просто мы сейчас сидим на такой штуке с острыми краями И она протыкает пленку немножко В смысле? Ну вот Где? Естественно Как-то проткнул Да не, норм Она не проткнется Здесь вот у этого домика Очень много слоев пленки У того там, по-моему, три Или четыре Я уж не помню А у этого достаточно Я думаю, все будет окей Вот здесь окно Раньше был проход В комнатку с бассейном Блин, бассейн реально налили Короче, он надулся как пузырь Было вообще прикольно А крыша у нас завалила снегом зимой Поэтому ее раздаю Да Да, но я видела вот эти ролики Так, а там у нас комната для собаки Джина Джин, иди Покажи Какая у тебя там комнатка? Иди, загоняй Прыгай классненько Ооо Ты видела? Наконец-то Не видела Там комнатка такая, знаешь, маленькая Ну как бы глухая И только у нее выхода нет на улицу Поэтому безопасно Знаешь, Джина иногда встанет вот здесь на край Мне так за нее страшно Я не знаю почему, но она очень бесстрашно подходит к самому краю Постоянно вообще Она никогда не падла Ну она один раз, короче, выпрыгнула Типа реально захотела сама спрыгнуть Да И я потом поняла, что она реально может И я стараюсь ее поэтому контролировать Вот А там комната, у которой нет выхода на улицу То есть я могу безопасно туда запустить Джинку Слушай, ну здорово Вот, а так продумано все Романтично Романтично, я смотрю Джинни тоже нравится А что ты думаешь по поводу Нового дома из пленки на дереве? Я думаю, что он будет еще круче, чем все остальные И более грандиозный, наверное, да? Ну у нас есть определенные задумки по этому поводу И я думаю, Вера даже нам поможет их реализовать Ну вообще здесь немного страшновато даже Да, и больше того я тебе скажу Особенно здесь страшно, когда в грозу Вот мы уже который год реально Такое у нас случалось В полнолуние, ночью Вот это вот самое-самое страшное время Когда здесь вот, ну просто жутко Ну этот домик, он такой, знаешь, как вот Какая-то паутина Как какой-то, не знаю, кокон В этом есть что-то такое мистическое Просто здесь еще какие-то странные звуки Какой-то гул доносятся Это нормально так все время? Ну, во-первых, это лес, это деревья Ветер сильный, мы же висим на деревьях Они начинают шататься Иногда какое-то ощущение такое Замстового пространства Как будто бы что-то как бы шевелится вокруг тебя Ну вот это вот надо почувствовать Ну это сильный ветер Перед грозой, например Вот реально прям немножко вот так вот бывает Очень круто Ну сейчас тоже ведь недавно дождь прошел Ну вот, видишь, вода висит Тут дождь прошел, да Вот единственный минус Что немножко недоработано Думаем, что в новом доме из пленки таких проблем не будет Мы уже избавимся точно от этой проблемы Мы пережидаем ночь А вы вообще до скольки здесь сидели максимум? Ну, по-моему, до пяти часов мы сидели Да? Да, то есть уже конкретно светало Но уже мы настолько были без сил А тут от того, что такая атмосфера Как-то не очень спится Может, конечно, привычка Дело привычки Это все, но все равно А там вообще, ну как бы, если так сделать, то видно будет? Нет, ну в принципе нет Потому что здесь очень много слоев А страшно вообще? Ты же слышишь звуки какие-то Да, постоянно Такое ощущение, как будто кто-то прямо под нами иногда проходит Или шелестит, блин, жесть Постоянно Одна сидела, то вообще ужас, конечно Просто очень страшно Ну, короче, ты не контролишь ситуацию Да Здесь Ну, конечно, поздни Ну, да, пойдемте на улицу, я покажу, что там есть еще снаружи Ну, че, как первый раз в доме из пленки на дереве? Ну, слушай, очень необычно, мне кажется, такая прям нужная конструкция Справа здесь тоннель, который, к сожалению, зиму не пережил Его завалило снегом, он сильно провис, там доски съехали, которые над ней, вот этот, как бы, пол вот этот И все, короче, не работает теперь Разрушилась Разрушилась немножко, да Требует ремонта Ну, вообще, на самом деле, можно починить Но это нужно вот прям конкретно подтягивать веревки Это очень сложно и тяжело, потому что, на самом деле, это доски все И это реально тяжело, то есть взять, подтянуть просто так, ну, блин, это, я не знаю Слушай, там еще листья забились, да, немного? Ну, да Давай с обратной стороны посмотрим дом там, где есть Да, давай Смотри, здесь очень темный участок, там фонари, и отсюда нас просто видно Да, в этом что-то есть такое романтичное Такое ощущение, что здесь тоже такая комнатка с другой стороны А если пройти вот сюда дальше, идти вдоль тоннеля, вот с задней, кстати, мы никогда особо не снимали, да, это бассейн Никогда особо не снимали вот эту заднюю сторону, потому что, ну, здесь, блин, очень темно, смотри под ноги Идем туда, в сторону того домика Здесь он вообще, как видишь, абсолютно прозрачный, потому что всего лишь там 2-3 слоя пленки А вот этот домик из пленки был уже второй, мы его хотели сделать лучше, чем первый, но с ним оказалось гораздо сложнее Потому что больше... Мы пробовали делать дырку, но все равно, как бы, вода, она скапливается во множестве слоев, она не хочет конкретно вниз течь Оно просто так распространяется по слоям Ну, а тебе, в принципе, какой дом из пленки нравится больше? Мне кажется, первый дом, он более уютный какой-то, он такой компактный, как-то он выглядит нестандартно Хотя, я не знаю, как должен выглядеть стандартный дом из пленки В общем, ну, наверное, больше мне нравится первый дом Это классический вариант Вообще, почему мы решили снять это на видео? Потому что это действительно первый раз, когда в домик из пленки попадает кто-то, кроме нас с Кириллом и с Джиной То есть реакция постороннего человека, мы вот хотели, чтобы Вера прореагировала прямо на видео это, да Напишите в комментариях, какой домик из пленки вам нравится больше всего Первый или второй? Подписывайся на канал Элизи И увидимся в новых роликах Пока!